Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Удешевить тариф на вывоз мусора. Для этого Медведев подписал постановление. Мусорную реформу председатель правительства обсудил с главами регионов. Прогулочные зоны вместо ларьков. Сегодня в Сочи смесли сразу несколько торговых павильонов. Новоселье для птиц на 14 гектарах парка в микрорайоне Макаренко. Сегодня установились скворечники. Так в Сочи отметили день орнитолога. Мерседеса-ненавистника разыскивает полиция. Этой ночью в Сочи дебошир разбил зеркала сразу на нескольких машинах. Выбирал вандал именно немецкую марку. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами сегодня обсудили на совещании с председателем правительства России. На селекторную связь с Дмитрием Медведевым вышли главы регионов. Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 70 субъектов страны уже перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее задача, как отметил глава Кабмина, заключается в недопущении необоснованного роста тарифов на вывоз мусора. Мы продолжим принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа. Я также только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть составляем размер платежа на период с 2019 по 2023 годы на уровне 2018 года. Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей. В свою очередь Краснодарский край разделен на несколько зон, где будут работать региональные операторы. Напомню, что в ходе так называемой мусорной реформы с 1 января в России начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Мэрия Сочи и лидер общественного движения «Новая Россия» Никита Исаев договорились вместе решать проблемные вопросы курорта. Политолог, экономист и телеведущий пробыл со своей командой в Сочи все выходные. Пообщался с жителями и чиновниками. Все подробности у Татьяны Говорковой. Эта встреча с Никитой Исаевым, известным активистом в общественно-политической сфере, прошла по инициативе представителей обманутых дольщиков, а также жителей домов, определенных в Сочи под снос. Они обратились к Исаеву с просьбой разобраться в этом вопросе, а заодно и в ряде других городских проблем. Мы, скажем так, дольщики ЖК Гринпоста, находится на ручеевидной поселок Хоста, садовая товарища Сутугинска. Значит, по отлаженной схеме, схема работала, которая десятилетиями здесь абсолютно. Значит, застройщик ставит на земле предназначенную для СМТ, для ИЖС, скажем, три этажа. Потом эти три этажа заканивают и продолжает строить дальше. То есть индивидуальный жилой дом готов, потом возводится, как у нас получилось, 11 этажей всего. И при этом администрация города абсолютно это не замечает. Вывлекаются деньги нас, скажем так, инвесторов, там договора заключаются. Вокруг стоит еще шесть домов, которые сданы по той же схеме абсолютно. И уже живут? Там живут люди, выделены помещения. Вы идете в это, не переживая, скажем так. Да, да, да. Это тысячи домов, которые были сданы уже за несколько лет, за ближайшие десятилетия. 1600, по-настоящему подчетам, которые узаконены через суд. А, 1600. Да, но у них не хватает воды, и это, газа. Да, понятно. То есть вы идете в эту схему? Мы идем в эту схему, да. Люди верят, увидят шесть домов, в которых живут люди. У руководства города своя логика. Чиновники уверяют, они следуют букве закона. А что касается как легализации самостроев, так и сносов, то это вопрос к судебным инстанциям. Именно там принимались основные решения. А корень проблемы в пробелах в федеральном законодательстве, которые уже устранены. Обо всем этом, в том числе и о проблеме объектов Хости, на встрече подробно рассказал заместитель главы по правовым вопросам Константин Михальков. Никогда не было никаких согласований. И вот он вошел, еще три воздвига этажа. Муниципалитет на этом, ну, объект изменился, опять появилось право и обязанность обратиться в суд. Муниципалитет обратился. И только на этот раз в суды всех инстанций сказать, что человек действовал незаконно. Это сложный рельеф. И та местность, которая, в принципе, не может быть подключена к сетям водоснабжения, да, искать, опять же, из рельефа и нагрузки на сети. То есть, ну, невозможно на 14 этажей там подать ресурс. И самое главное, судебные запреты на производство работы всегда действовали. Застройщики грубо и с самого начала их нарушали. Там, в принципе, не могло быть купли-продажи, потому что на том право не признавалось. Признавалось на незавершенное строительство могил. В случае неисполнения решения суда сносит, и это даже уже не право, это обязанность муниципалитета произвести одну простую вещь. Обратиться в суд за изъятием земельного участка. К сожалению, в некоторых проблемах законодательства, которые сейчас активно, да, зачищаются, появились бессовестные дельцы, по-другому их не назовут, которые, узнав эти пробелы или поэкспонтировав где-то, начали реализовывать и здесь. То есть, абсолютно правильный СНТА и ЖС, которые вырастают в высотке, на каком-то этапе им повезут. Они успели узаконить, и люди, которые теперь живут в этом узаконе, непонятные для меня, честно говоря, жилья, которые без стоянок, без социалки, без дорог, зауженные проезды, кошмарные заборы, невозможность пожарной безопасности. Если разрешение выдано, объект законов, он не может быть незаконным. Если выдано разрешение, то есть разрешение. Да, если предприниматель строит, или там ее лицо строит свой объект в рамках выданного разрешения. К сожалению, с чем мы сталкиваемся? Увеличение объекта. То есть, человек получил застройку на 40% своего земляного участка, а строит на 60%. Как вы считаете, это нормально? Отрадно, что администрация Сочи действительно имеет желание вести диалог. Есть бюджетные обязательства или бюджетные ограничения не только в администрациях Сочи, не только в крае, но и в целом в стране. В силу разных причин, в том числе и внешних и так далее. Понятно, что непростая ситуация сегодня в стране, и не все люди готовы это понимать. Будет ли эта проблема как-то решаться, или как вы это себе видите? И считаете ли вы эту проблему, если бы действительно эти 534 здания будут снесены, а на их месте будет построено что-то другое? 534 – это та цифра, ну, это официально сверенная цифра со службы судебных приставов. Это те объекты, в отношении которых есть решение суда сносить. Это и гаражи, это и пристройки, это там какие-то сарай однодражные, то есть с точки зрения юридических, жилья и жилья сюда. Это все, ну, называется самоводным строением. Это объекты жилищного и многократного строительства. Если говорить про объекты многократного строительства жилищного, то у нас на сегодня, это там около до 100. С 2009 года там решение суда сносить есть неисполненные до сих пор. Задали вопросы и про легализацию незаконно возведенных многоквартирных домов. В Сочи организованы встречи покупателей недвижимости с чиновниками. Людям, если это возможно, советуют объединиться в товарищество и доводить до ума дело, начатое застройщиком. Здесь критерии четкие. Помочь ввести в эксплуатацию здание можно только при условии его полной безопасности для жильцов. Право на жилье, оно безусловно есть, и оно есть в институции. Но первоочередное право у человека на жизнь. И самое главное, это можно делать только в отношении тех объектов, которые безопасны и которые могут быть в принципе используемы как жилье. И порядка 60 объектов, где был приезд направлен на квартирные дома, но они не подключены к снабжению. Увоснабжение как на квартирный дом. Это что значит? Проблема снята или не снята? Наверное, она не снята. Она только началась от этого. Гражданин все равно там жить не может. Но самое важное, из этих объектов, все эти объекты могут быть подключены к сетям. И здесь мы эксплуатировать, этим занимаемся уже давно. И из этих 60 объектов порядка 11 уже полностью подключены. Диалогом с мэрией Саев остался доволен, отметив, что логика действий сочинских властей ему понятна. Об этом он написал в социальных сетях. Ответственные чиновники города Сочи обсудили с нами все проблемные вопросы. По ряду из них сняли наши беспокойства, либо обозначили отсутствие проблемы. И это требует проверки, о чем мы также договорились. Часть проблемных вопросов признали, и мы определили понятные сроки их решения. Но самое главное, что по основной проблеме, обманутых со своим собственным оплаченным оформленным жильем, мы признали, что эту юридическую коллизию, требующую от людей сноса, отказа, потери своей недвижимости, мы будем решать совместно с администрацией города вплоть до законодательных инициатив по защите прав граждан на краевом и федеральном уровне. Такие гарантии сочинскими властями были даны. В завершении встречи стороны договорились продолжить диалог. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Очередной снос в Адлерском районе Сочи сегодня по решению суда. В курортном городке было демонтировано пять торговых павильонов. У владельца закончился договор аренды. Снос торговых павильонов начался сегодня утром, причем силами районной администрации. Несмотря на решение суда, владелец объектов отказался самостоятельно приступать к демонтажу. Хотя за снос все равно придется заплатить, компенсировать затраты администрации. В прошлом году на курорте было снесено 50 павильонов. В этом году запланировано убрать столько же объектов сезонной торговли и создать прогулочные зоны. У данного объекта был договор с администрацией на период функционирования пять лет. Он прекратил свое действие в прошлом году. Соответственно, мы не продлили его. Администрация не продлила по той простой причине, что перенасыщение объектов в курортном городке действительно сегодняшний день существует. Поэтому необходимо их демонтировать и на их месте все-таки какие-то элементы благоустройства. Для прогулочных мероприятий здесь много отдыхающих, поэтому это необходимо. По мнению самих жителей Сочи, торговля на курорте должна иметь цивилизованный вид. Более того, в городе действует программа, по которой сами сочинцы решают, где важнее сделать зеленый уголок или прогулочную зону. В высокий сезон в курортном городке они особо актуальны. Мерседес-оненавистник в Сочи разбил зеркала на иномарках и попал на видео. Так горожане прозвали ночного вандала. Странный инцидент произошел сегодня в микрорайоне КСМ. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент, когда один и тот же человек пытается разбить зеркала заднего вида именно в автомобилях Мерседес, припаркованных на улице. На записи видно, как некий мужчина подходит к иномарке и тут же бьет по зеркалам заднего вида. Затем он методично переходит к другой машине и повторяет процедуру. Владельцы автомобиля обратились в правоохранительные органы, но причины поступка дебошира пока неизвестны. Мерседеса-оненавистника так и не нашли. Разыскивают его и сами владельцы разбитых машин. Сто лет на страже дорог. Транспортная полиция сегодня отмечает вековой юбилей. Со знаменательной датой правоохранителей поздравил Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что для Краснодарского края работа этой службы имеет особое значение. Регион обладает развитой транспортной сетью. Четыре аэропорта, сотни километров железных дорог, морские порты по всему Азово-Черноморскому побережью. На Кубань приезжают миллионы отдыхающих каждый год. Мы проводим крупные мероприятия международного и российского уровней. Важно, чтобы жители и гости региона чувствовали себя в безопасности. Губернатор поблагодарил сотрудников Южной транспортной полиции за ежедневный труд, отметив их профессионализм и умение оперативно принимать решения в чрезвычайных ситуациях. Кубанское управление празднует день рождения службы по традиции в необычной обстановке – в передвижной станции переливания крови. Правоохранители всегда отличались крепким здоровьем, многие из них в списке почетных доноров. В этом году биоматериал в резерв для пострадавших в авариях, а также для больных гемофилией и анемией сдали более 60 сотрудников дорожной полиции. Это почти 30 литров крови. Сегодня мы с вами совершим тихий и незаметный подвиг. Я всем желаю, конечно же, здоровья, высокого гемоглобина, нормальных лейкоцитов. Пока одни дорожные полицейские сдавали кровь, другие в честь своего праздника посадили деревья – 10 саженцев клёна. Они будут украшать территорию Главного управления транспорта МВД России по Южному федеральному округу. Ухаживать за новым зелёным парком собираются сами правоохранители. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 20 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днём 7, 9 градусов выше нуля. Сезон больших скидок в торговом центре Мюнхен до 70%. Модная европейская одежда и обувь по супервыгодным ценам. В магазинах торгового центра Мюнхен скидки 30, 50 до 70%. Модные бренды, оригинальный дизайн и яркие аксессуары. Мюнхен. Время выгодных покупок. Отметили в Краснодарском крае и День животноводов. Причём впервые. Торжественную дату утвердили только в прошлом году. Но уже сейчас честовали почти 80 человек. Среди них простые доярки и зоотехники. С праздником лично поздравить аграриев приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Белая была, золотая, красавица. С коровами, как с людьми. По-другому не получится, уверена Светлана Харыбина. На ферме в Новокубанском районе девушка работает всего 3 года. Но уже стала лучшим оператором машинного доения в Краснодарском крае. Так на современный лад звучит профессия доярки. Причём в недавнем прошлом Светлана даже не была близка к животноводству. Приехали, позвали на ферму. Я бухгалтером там работала. А там у бабушки были две коровы. Особое количество коров не видела. Но учили, помогли. Рекордные показатели доярок, зоотехников, заведующих фермами в аграрном крае. Не просто статистика, а личный вклад в экономику региона. На Кубани впервые отметили День животновода в крае. Передовики производства приехали в Краснодар чуть ли не из всех районов. К вниманию телекамер простые работяги явно не привыкли. Но этот праздник именно в их честь. Торжественную дату Дня животноводов утвердили в прошлом году в законодательном собрании. Идею праздника предложил губернатор региона. Данная отрасль сельского хозяйства без преувеличения стратегическая для Краснодарского края. Обратился к аграриям Вениамин Кондратьев. Животноводство разное пережило и в стране, и в нашем крае. От откровенного упадка, разорения до сегодняшнего первого шага с надеждой, что животноводству на Кубани быть. И результаты сегодня уже есть. Мы сегодня занимаем третье место в России по молоку. Пошли инвестиции в свиноводство. Стали строиться новые фермы, расти поголовье. Птицеводы тоже не отстают. По итогам прошлого года мы заняли четвертое место в России по количеству яиц. И пятое по птице. Эти результаты последних двух-трех лет. И знаете, они в первую очередь получились, потому что есть вы. Конечно, сегодня государственная поддержка очень важна, чтобы мы на самом деле сохранили, развили и в дальнейшем были уверены в животноводстве нашего края. Полтора миллиарда рублей – это была господдержка прошлого года. Я уверен, в этом году она будет не меньше, и, конечно, мы ее будем наращивать. Безусловно, мы будем субсидировать и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы. Потому что и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы вносят серьезный вклад в экономику своих территорий. Законодательные собрания и органы власти Кубани на особом контроле держат развитие агропромышленного комплекса и особенно развитие животноводства. Это новая точка роста. А развитие возможно, когда есть государственная поддержка. Именно поэтому в марте прошлого года законодательное собрание во взаимодействии с администрацией края был подготовлен и принят краевой закон о развитии животноводства. Животноводство на Кубани сегодня – это 10 направлений. От разведения крупного рогатого скота и птицы до коневодства и даже выращивания соболей. По результатам 2018 года отрасль продемонстрировала рост более чем на 2,5% по объему производства. Конечно, задачи сегодня стоят амбициозные. В рамках стратегии развития 2030 Краснодарского края мы должны увеличить объем производства молока до 2,3 миллиона тонн. Производство мяса птицы до 800 тысяч тонн. Набирают обороты в крае развитие молочного скотоводства в фермерских хозяйствах. В прошлом году такими предприятиями было получено 114 тысяч тонн молока. В отрасль внедряются новые технологии, появляются современные фермы. Строительство в этом году запланировали не только доильного зала, двух корпусов. До этого мы построили новые корпуса по 200 голов, туда вмещается крупного рогатого скота. Конечно, основной вклад животноводов Кубани в агропромышленный комплекс – это производство мяса. Ежегодно в живом весе его получают больше полумиллиона тонн. Но несмотря на спрос на рынке, данное направление сельского хозяйства не самое популярное у фермеров. Живность постоянно требует к себе внимания, без праздников и выходных. А рентабельность в этом виде бизнеса не такая высокая, как в конкурентных отраслях. Почему мы так бьемся за животноводство? Потому что у агропромышленного комплекса две важные составляющие, две важные отрасли – это растеневодство и животноводство. Сегодня растеневодство у нас на высочайшем уровне, а вот животноводства пока нет. И если мы сегодня бросим животноводство как нерентабельную отрасль, то агропромышленная наша жизнь, агропромышленный комплекс будет стоять на одной ноге. А нам нужно, чтобы агропромышленный комплекс Кубани уверенно стоял на двух ногах. Значит, должно быть и растеневодство, и животноводство. А если будет агропромышленный комплекс стоять на двух ногах, значит и мы будем уверенно стоять на своей земле, прочно, и будем уверены в завершеннем дне. Уверенно стоять сельскому хозяйству Кубани на ногах помогают именно эти люди – животноводы, зоотехники, доярки, руководители ферм. Почти 80 человек получили награды из рук губернатора. Кто-то удостоен медали и памятных грамот, кому-то присвоено почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства. В их честь концерт, конечно, с кубанскими песнями, в которых поется о любви к своей земле. Для собравшихся в зале это не просто слова, это традиции, с которыми живут на селе. Что такое Кубань? Кубань – это мы. Кубань – это наши семьи, это наш народ, это наша земля. Кубань – это Россия, это великое прошлое, настоящее и великое будущее. На Кубани всегда было принято держать живность, как у нас на станице говорили. Это был образ жизни наших предков. И вот сегодня, когда вы сохраняете животноводство, невзирая на разную экономику, вы в первую очередь сохраняете традиции жизни нашей земли, традиции. За это вам, друзья, зимой поклон. На праздники наградили и чемпионов краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе. За рекордные показатели победителям вручили ключи от автомобилей. Доярка из Новокубанского района Светлана Харыбина домой теперь вернется на новой машине. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Эдуард Тараканов. Кубань, 24, Краснодар. Продукции и прилавки магазинов обеспечены благодаря работе тех же животноводов. А вот что с ценой? Федеральная антимонопольная служба объяснила рост цен на мясо и яйца. Замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что цены на продукты должны расти. Иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. Покупателям это невыгодно. Но, по словам чиновника, они должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства. Также отмечают в ведомстве, что продолжаться бесконечно снижение цены не может, так как компаниям нужно отдавать кредиты, опять-таки полученные на развитие производства. По данным Росстата, в 2018 году цены на мясо и птицу увеличились на 9,7%, на яйца на 25,9%. Подорожание вызвано активным развитием этого сектора. Цыганов отметил, что благодаря этому Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на 100%, передает РИА новости. В Сочи организовали новоселье для птиц. Школьники разукрасили скворечники и установили их в парке на Макаренко. Всего 20 домиков для пернатых, которых в этом зеленом уголке города обнаружено сразу несколько видов. Экологическую акцию посвятили Дню орнитолога. У юных художников из 44-й гимназии не совсем обычное и очень важное задание. Они рисуют не на привычной бумаге, разукрашивают скворечники. Один домик для птиц не похож на другой, каждый индивидуален. Какими цветами покрыть скворечник и что нарисовать, дети решали сами. Мы с вами придумываем рисунок. Сначала эскизы, проверяет учитель, потом мы начинаем рисовать уже. Рисуем акриловыми красками, потому что они не смываются водой, ничем другим. Затем надо покрыть лаком. Большинство из ребят впервые украшали домики для птиц, но для некоторых это уже знакомое занятие. Мы с дедушкой каждый год делаем скворечники, их разукрашиваем, вешаем у нас в лес, на даче. И мы каждый год придумываем новые узоры. Скворечники, они весной очень нужны птицам, потому что весной еще не особо много насекомых. И мы будем подкармливать птиц и делать им домики, чтобы они туда залетали и грелись. Разукрашенные скворечники школьники сегодня принесли в парк на Макаренко. В руках художников 20 ярких домиков для пернатых. Экологическую акцию посвятили Дню орнитолога. Праздник исследователей жизни птиц отмечают в России сегодня. Этот небольшой праздник, он, собственно, идет в рамках реализации национального проекта «Экология. Парк 80 лет Краснодарскому краю». Это городской лес площадью 14 гектар. В нем сохранилась и флора, и фауна. И это показательно, что дети, наше молодое поколение, сегодня примут участие в сохранении помощи птицам. Ну и приобщаться к тому большому направлению культуры по охране окружающей среды. Скворечники крепят на деревья, привязывают, чтобы не навредить растению. Вешать можно с небольшим наклоном вперед, говорят орнитологи, но ни в коем случае не наоборот, чтобы птенцы смогли легко выбраться из домика. 20 скворечников могут стать новым укрытием для целого ряда птиц. В парке на Макаренко орнитологи обнаружили 20 видов пернатых. Это дрозды, кукушки, дятлы, сойки, синицы, зяблики и другие. Этот парк является уникальным уголком природы, полностью окруженным городской чертой. Когда мы проводили здесь орнитологическое обслегивание, мы выяснили, что здесь гнездится множество видов птиц, в том числе три видов дятлов и каракопалая пищуха, которая занесена в Красную книгу нашего края. И все это прямо в городе. Скворечники разместили по всему парку. Орнитологи напомнили, что эти искусственные гнездовья через год нужно будет обязательно почистить. Это тоже часть заботы о птицах. Ведь кроме скворцов, которые сами приводят свое жилище в порядок, там могут поселиться и менее хозяйственные пернатые. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Международный аэропорт Сочи признан лучшим в Европе по качеству обслуживания. По результатам работы в 2018 году воздушная гавань курорта четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге Международной ассоциации аэропортов в номинации «Лучший аэропорт Европы» в категории «Аэропорты с пассажиропотоком от 5 до 15 миллионов в год». Всего в рейтинге приняли участие 346 международных аэропортов, 36 из которых претендовали на звание лучшего. Сочинскому аэропорту удалось отстоять и подтвердить свою позицию среди таких конкурентов, как Анкара, Бирмингем, Будапешт, Ибица, Няполь, Рикявик, Рига и другие. Ежегодно проводится около 600 тысяч персональных опросов на 41 языке в 84 странах. Анкетирование проводится по 34 основным показателям качества обслуживания, включая доступ в аэропорт, проведение регистрации досмотра, состояние уборных, камер хранения и ресторанное обслуживание, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи. К слову, авиакомпания Nordavia в рамках летнего расписания открывает 12 новых направлений из аэропорта Сочи. С 26 мая стартуют прямые рейсы по маршруту Сочи-Мурманск. С 27 мая появятся рейсы в Сыктывкар. С 28-го стартуют полеты в Архангельск. Вплоть до октября из Сочи можно будет улететь в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Уфу и Белгород. Кроме того, 4 июня из Сочи откроется новое направление – в Челябинск. А с 7 июня на карте маршрутов авиакомпании появится рейс Сочи-Омск. Из Абхазии в Сочи ввезли более 10 тонн мимозы. Сочинские таможенники оформляют полторы тонны серебристой акации в сутки. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше. Первые партии мимозы начали ввозить 7 февраля. Всего с начала месяца оформлено более 10,5 тонн этих цветов. Растения оформляют в упрощенном порядке, ускоряет таможенный контроль использования инспекционно-досмотрового комплекса. В этом году планируется оформить около 100 тонн мимозы. В прошлом году из Абхазии было ввезено более 90 тонн цветов. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах новостей Сочи-ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok